Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, проходим мы с вами Страстную Седмицу и каждый день Страстной Седмицы называют Святым Великим Днем и каждый этот день научает нас с вами христианской жизни, жизни, которая ведет каждого из нас к спасению если мы вспомним с вами Великий Святой Понедельник, то там удивительное событие произошло, когда Господь со своими учениками, что уже после торжественного входа в Иерусалим, они шли уже в Вифанию и они залкали, то есть захотели кушать и увидели там обильно такую покрытую листьями смаковницу подошли к ней, а там плодов на этом дереве не было и Господь проклял ее и сшил ее, и сушил, и это поразило это чудо учеников, потому что в один момент все это произошло и немножко странное событие, некоторых смущает, ну как это так, Господь взял и проклял дерево, которое не давало плоды да, но Он все время повторял, повторял, обращаясь к людям, что мы действительно должны приносить достойные плоды плоды своей веры, своего покаяния, достойные плоды для того, чтобы спастись и это очень важно и если мы с вами помним, Господь постоянно предупреждал учеников своих беречься, только ни в коем случае не попасться под фарисейскую закваску берегитесь фарисейской закваски, об этом нам говорил что за такая фарисейская закваска, которой должны быть беречься не только ученики Христа 2000 лет назад, но и мы с вами, дорогие братья и сестры вот характеристику фарисеям хорошую дал Иоанн Креститель помните, когда они пришли креститься, как и все люди, то есть быть, как все люди среди народов, среди народов, но они играли роль очень таких верующих людей мы должны знать с вами, что первосвященники, старейшины и даже книжники в общем-то брезговали контактов с фарисеями фарисеи это люди необразованные, которые действительно играли роль очень верующих им хотелось быть духовными лидерами им запрещалось проповедовать в синагогах а вот фарисеи тогда шли на брек Иордана и помните, Иоанн Креститель сказал, что вы как выкрашенные гробы снаружи вы действительно исполняете заповеди как бы по пунктам своим, не понимая сути для чего вообще, к смыслу, для чего исполнять заповеди а внутри вы гнилье, мерзость запустения такую характеристику дал Иоанн Креститель фарисеям действительно, они играли роль, как мы с вами знаем любили, навоскрыли одежду, свои одежды, цитаты прикреплять из священного писания на перекрестках дорог молиться, чтобы все видели что они страдают, что они постятся пеплом голову посыпать и так далее а Господь нам сказал наоборот умыть главу свою и лице свое умасите и леем главу свою и помолитесь в тайне в своей келье и Господь, видящий тайное, воздаст вам явно вот как раз Господь еще и еще раз обратил внимание на то, что каждый человек должен приносить достойные плоды своей веры это относится к нам с вами, родные мои и очень даже сильно потому что часто приходит человек и считает, что он верующий человек вот, ну как же так, я вон на крещение водичку взял и вербочку осветил и на Пасху всю снег пасхальную приду и освящу и даже исповедуюсь, и даже причащаюсь и вот будет неожиданность когда будет страшный суд когда ему будет сказано иди от меня прочь в огонь, уготованный дьяволу и ангелам ему как же так? я же крещенскую водичку брал и так далее смысл в том, чтобы действительно добрые плоды и для спасения мы должны вере своей приносить какие это добрые плоды? мы должны жить по заповедям Божьим и по заповеди мира сего здесь, родные мои, мы должны отличать уголовный кодекс или законы государства, в которых мы с вами живем мы обязаны исполнять с вами вот эти законы государства, в которых мы с вами живем кесарев нужно отдавать кесарева до того момента, пока законы этого государства вдруг не начнут говорить, что религия и наша с вами вера это опиум для народа. Вот тут мы уже не будем подчиняться законам государства, в котором мы с вами живем. Но пока этого не произошло, да, мы живем по законам государства. Но имеется в виду, что мир возле лежит, то есть во власти дьявола, и там как раз внутренняя жизнь человека, духовная жизнь, не боюсь, хотя эти люди духовной жизнью не живут, но как раз мы касаемся этой духовной жизни человека. Там совсем по другим законам. Так вот, как раз этого мы должны чураться с вами, родные мои. И наша вера должна ввести нас к тому, что мы должны изменить свой образ жизни. Мы должны работать, мы должны учиться. Да, мы это должны делать. Но делать это Христа ради, ради Христа, ибо Он заповедовал нам. И таланты развивают наши с вами, и трудиться добросовестно, то есть Его ради Христа, ради спасения, ради нашего свадьбы и спасения, не ради делания карьеры или обогащения. Вот это тут расходится. Эти цели ставит дьявол человеку, а у нас совсем другая цель. Именно созидание в душе своей мир и любовь, и любовь ко всем людям, а это практически невозможно. Но мы должны стремиться к этому, идти к этому. И если мы исповедуемся, то мы должны не просто перечислить свои какие-то плохие поступки или грехи, как многим уже открылось, что это грех. Не просто перечислить, а перестать их творить, то есть измениться. И вообще цель наша, вот, может быть, многие из вас уже знают такое, что когда мы действительно с помощью Божией побеждаем какой-то свой грех, мы начинаем чувствовать к нему отвращение. Отвращение. И тогда, конечно, никакого желания, то есть никакой мысли, потому что искушения все равно в миру будут. И подсовывать нам эти искушения будут мысленные. Но если мы уже чувствуем отвращение к этому, то это мысль или впечатление в начале, которое превращается в мысль, а потом превращается потихоньку в желание, а потом в действие, когда доходит до сердца нашего и владевает нами. А она, вот это вот впечатление, оно просто пшикнет впустую и исчезнет. Вот какое важное такое событие произошло. И мы должны понимать, что вот это, то, что исшил, иссушил Господь наш Иисус Христос, эту смаковницу, это пример каждого человека, который обязан был достойные плоды своей веры, своего покаяния приносить. Святой Великий вторник, он посвящен тому, что обеспокоились первосвященники, старцы, это духовные вожди иудейского народа. Так что же за учитель такое пришел? Помните, пришли к Господу и спрашивают его, все-таки ты кто? Ты действительно Сын Божий? Скажи нам, кто ты, откуда, кто тебе, какой силой ты творишь вот такие удивительные чудеса, то есть исцеление Лазаря четверодневного, воскрешение Лазаря четверодневного и многочисленные исцеления, какой силой ты это делаешь? Господь понимал. Но вот смотрите, если бы Он тогда сказал им, что я Сын Божий, поверили бы? Схватили бы уже тогда сразу же, наверное. И тогда Он сказал, что, а какой, действительно, Иоанн Креститель, он от Бога или от человеков? Вы мне ответьте на этот вопрос, и я вам тогда отвечу на вас, на ваш вопрос. Побоялись отвечать, потому что боялись людей, если скажут от человеков, то люди почитали величайшим пророком Иоанна Крестителя. А если бы сказали, что от Бога, так чего ж вы его не приняли? Не сказали. И вот тут Господь их обличать начал. Помните эти притчи его о брачном пире, о виноградарях, о двух сыновьях и так далее. И они понимали, что Он про них говорит. Причем Он там в открытую говорит, что ожидая этих людей, которые, в общем-то, обязаны были, ожидали Мессию, должны были Его встретить, но не встретили Его. Вот Господь их предупреждал об этом. Конечно же, Он и предупреждал учеников Своих о том, что предстоит им пережить, Ему пережить. Вот это второй день Страстной Седмицы, Великий Вторник. Великая Среда. В Великую Среду мы с вами помним, что Господь наш Иисус Христос опять проповедовал в храме Иерусалимской, опять говорил многие притчи. Тут уже беседа была с учениками. Он их готовил к тому моменту, когда Он даже вознесется на небеса. То есть это последние беседы. Опять же, великолепные притчи, которые Он говорил людям. И о десяти девах, и о страшном суде, и многие-многие другие удивительные притчи, которые Господь как раз обращался к Своим ученикам, а в общем-то и к нам с вами. Ну и там событие тоже важное очень произошло в Великую Среду. Это когда Господь был дому Симона Прокоженного вместе с учениками. Пришла женщина-блудница. Грешная женщина, которая рыдала, рыдала и своими слезами мывала ноги Господа Иисуса Христа, теряла волосами своими и помазала драгоценным миром. И помните, как Иуда Искариотский, ну и даже он подбил учеников. Ну как же так, мы так бесцельно, бессмысленно тратим драгоценное миро? Лучше бы мы продали и раздали нищим. Но Евангелие четко говорит, не потому беспокоился о нищих, не о нищих беспокоился Иуда Искариотский, а потому что был вор. Вот так просто сказано в Евангелии. И когда Господь сказал, что нищих вы всегда с собой имеете, а она меня готовит к погребению. Вот что здесь Господь наш Иисус Христос имел в виду? А то, что по закону Моисееву, по иудейским заповедям, законам, должно было человека, который умер, намастить вот этими благовонными маслами, миром, и тогда уже обвивать плащаницу и ложить в угроб. Но с Господом Иисусом Христом так не получилось. Очень спешили. И поэтому сняли с гроба, сразу же обернули в плащаницу, положили в угроб. Почему мироносицы рано зело, как только Пасха, то есть праздничный день закончился, темно еще было, они побежали к гробу Господню. Да чтобы довершить вот это, то, что необходимо было, умастить елеем, маслами, вот этими благовониями тела усопшего учителя своего. Так вот, как раз это Господь имел в виду, что и зная, как произойдет вот его смерть и погребение его, он как раз и сказал, что она предваряет. Она меня готовит уже к погребению, это вот женщина. Очень задело это Иуда Искариотского, и он тогда побежал к первосвященникам, которые уже решили, что Иисуса из Назарета надо убить. Решение было принято ими. Единственное, искали, каким образом это сделать. Ну, как мы с вами знаем, вот эти вот вопросы, которые мы задавали. Отдавать ли дань римлянам там, или вот по тому, чьей женой будет семи братьев. Жена, помните, не буду повторять, мы это знаем с вами. То есть искушая, для того, чтобы унизить его в глазах окружающих людей, которые его считали великим пророком. Но этого мало было, надо было найти вину, чтобы его убить. Ну и второе, надо было, конечно, его каким-то образом схватить. А это было невозможно. Вот в чем заключалось предательство Иуда Искариотского? Вот он пришел к первосвященникам и старейшинам, которые как раз обсуждали этот вопрос. И говорит им, я вам его предам. То есть я найду... Смотрите, что получалось. Господь постоянно проповедовал, говорил, то есть в Иерусалимском храме. Толпы людей вокруг были. Потом вечером они уходили в Вифанию, и ночевали, он ночевал с учениками как раз в дому Лазаре Четверодневного. Это постоянно так происходило. Но опять же, толпа людей шла с ним туда, потом они ночевали, опять толпа приходила, и опять обратно возвращались. Невозможно было его схватить, потому что боялись люди, они его почитали великим пророком. Так вот как раз Иуда и сказал, я найду тот момент, когда никого из людей не будет. И я вам скажу, когда нужно прийти, чтобы схватить Иисуса. Великий Четверток, который мы сегодня с вами переживаем, это действительно великое событие, потому что это, ну, я сказал бы так, что это самое главное в нашей с вами церкви, то, что учредил Господь на этой Тайной Вечере. Тайной Вечере не того, она тайная, что они прятались там и что-то в тайне там совершали. Нет, это потому, что Он учредил на этой Вечере Таинство, Таинство Святой Евхаристии. Самое главное, что нас с вами, дорогие братья и сестры, как раз и объединяет вокруг Церкви Христовой. Он отдал тело и кровь свою для того, чтобы нас, нас ради человека, нашего ради спасения. Едяемая плоть, пияемая кровь, во мне пребывает и аз в нем. Едяемая плоть, пияемая кровь, кровь наследует Царствие Небесное. То есть, спасемся мы, если будем мы причащаться тело и крови Христовой. Потому что Господь сказал, где двое и трое соберутся во имя Мое, я буду посреди них. И, ну вот, хорошо, мы собрались, нас много. Он посреди нас. Дальше что? А дальше-то что? Он сказал, ничего невозможно человеком, но все возможно Богу. То есть, спастись человеком самим невозможно. Все возможно Богу. А как Бог это делает, чтобы нас с вами спасти? Хорошо, ладно. Он нас вразумляет, и мы начинаем понимать Священное Писание, но действие, какое Он делает, это, конечно, таинство, которое учредил Он в своей Церкви. И самое главное, это причащение тела и крови Христу, Его, Его тела и Его крови. И совершилось это действительно на Пасху Иудейскую. Она делится, как бы, на две части. Самый главный праздник, когда первосвященники приносили, вот на заклане приносился Агнец, и вот его, в Иерусалимском храме, это все при стечении огромного количества людей, это все совершалось, и этой кровью Агнца, этого жертвенного, святая святых, освящалось и так далее. Вот то, что произошло на Голгофе, это и было то, что Господь наш Иисус Христос, Сын Человеческий, Сын Божий, себя отдал, как Агнца, на заклане, чтобы нас с вами спасти. Он так и сказал, я пришел в этот мир, чтобы спасти многих людей и душу свою отдам для искупления многих людей. Он для этого и пришел. Это второй день. А вот первый день Пасхи, праздника, это семейный праздник, когда собирались только ближние рода какого-то, и они вот собирались, возлежали в этой горнице. То же самое, что и совершил Господь наш Иисус Христос. Помните, да? Когда ученики спросили, где нам Пасху-то будем мы, пасхальную вечеря, где будем совершать? И вот тогда, помните, Господь сказал, идите, там будет человек, вы ему скажите, что Господь сказал приготовить вот эту горницу большую, которая и была уготована. Вот там и был этот момент, когда собрались только лишь одни ученики. Только одни ученики. Тут мы должны знать с вами, почему Иоанн Богослов, почему он, молодой юноша этот, возлежал даже на груди Господа Иисуса Христа, почему он был приближен. Это все исполнение ветхозаветной, требования Ветхого Завета, то есть проведение Пасхи, которого придерживались постоянно иудеи, то же самое, что и совершил Господь наш Иисус Христос со своими учениками, как иудеи. Они собрались, возлежали вокруг этого стола, где была пасхальная снедь. Обязательно самый молодой человек был рядом с учителем, с главным, если это просто глава семьи, с главой семейства, он задавал вопросы ему, причем эти вопросы известны из века в век, до сих пор это у иудеев происходит. И тогда вот как раз глава семьи, в данном случае учитель, он отвечал на эти вопросы. То есть это вот то, что мы с вами видим на этой картине «Тайное вечеря», на иконах «Тайное вечеря», это действительно требования и исполнения закона Моисеева. Так все и происходило. Почему соль была растворенной, а не макали, помните хлеб, соль, это тоже символизировало слезы иудеев, которые находились в еврейском, в египетском плене, и это как раз делалось воспоминание о этих событиях и так далее. Все это делалось, в том числе и возношение бокала с вином, все это происходило. Единственное, что в один момент, когда все это было исполнено, уже Господь поднял, изменил все, то есть исполнен был Ветхий Завет, и он уже начиналась эра нового завета, новой нашей Церкви, уже Христовой, когда Господь взял этот хлеб, преломил, благословил и сказал, «Съесть тело Мое, я же завыломи моего оставление грехов». И все в моем воспоминании это творите, кушаете этот хлеб. «И чашу благословил, осветил и сказал, «Съесть кровь Моя, я же вы завы изливаемое во оставление грехов». То есть, вот здесь Господь уже как бы изменил ход или завершил, вернее, Ветхозаветные все требования и уже началась эра новозаветной Христовой Церкви. Ну, а потом, как мы с вами помним, да, ну, я не буду говорить, пересказывать, мы слышали сегодня Евангелие, и сегодня вечером мы будем слушать страстные все Евангелия, 18.00 будет служба, за которой будем читать все страстные Евангелия сегодня, 18.00 вечером сегодня это произойдет. Ну, уже Иуда побежал, повел, он знал, что они пойдут на гору Илеонскую, Гефсиманский, Гефсиманию, Гефсиманию, там была молитва, вот это второй момент, или, вернее, это третий уже момент, который, значительное событие, которое произошло как раз в Великий Четверток. Второе событие, это все-таки то, что Господь омыл ноги ученикам своим, и мы уже говорили об этом, что тут Господь сказал, что у вас должно быть не так, как в миру, в миру есть князья почитаемые, и им все служат, князьям этим, а у вас так не должно, кто хочет быть большим среди вас, да будет слугой, а кто первым захочет быть, тот будет вам рабом, вот так Господь учредил, и, к сожалению, родные мои, у нас такого мы сейчас не наблюдаем, это все плоды Византийской империи, где все равно их князья церковные превозносились, правильно это или нет? ответ простой, а где Византийская империя-то? Куда она подевалась? Православная Византийская империя, нету ее, потому что они совсем пошли не в ту сторону, и уже совсем действительно князья мирские и князья церковные стали чуть ли не одно и то же, плохо это, конечно же, ну что ж, так супел Господь Бог и нам в этом мире жить, хотя я еще раз повторяюсь, вот сегодня мы слышали с вами, как Господь омыл ноги ученикам своими и сказал, вы делайте так, так в миру никто не делает. Это второй. Третий, конечно, это вот этот момент молитвы Господа в Гефсиманском саду, он научил нас, какая молитва может быть даже до кровавого пота, но да будет воля твоя, он сказал Господь как раз об этом. Ну и когда они выходили, воспевали псалмы, тут как раз Иуда и пришел с теми, кто схватил Господа нашего Иисуса Христа. Сразу же ночью у первосвященника Каиафы собрались судить Господа Иисуса Христа. Это было полное нарушение Моисеева закона. Ночью никогда не разрешалось ни в каком случае судить никого, а они судили. причем там был еще и как мы с вами знаем первосвященник который был ну в общем-то отстранен римлянами и поэтому дело в том что первосвященники избирались до своей смерти и были первосвященниками до своей смерти но римляне это изменили так как они все-таки властвовали царством иудейским и тогда вот как раз было два первосвященника и все вот эти старейшие первосвященники и книжники даже фарисеи впервые все вместе собрались и судили Господа Иисуса Христа это было нарушение полное второй момент который когда Господь говорил ученикам своим что он его схватит первосвященники осудят на смерть и отдадут язычникам отдадут язычникам почему Господь на это обращал внимание дело в том что второе нарушение закона Моисеева это то что иудеи не должны были своих тех людей которые что-то там нарушили отдавать язычникам ни в коем случае это было нарушение закона на который пошли второй раз иудейские начальники первосвященники а другое другое дело что если какой-то человек нарушал законы римской империи помните почему Понтий Пилат не нашел вины у Господа Иисуса Христа потому что он ничего не нарушил против ничего не говорил и не действовал против римской империи не было вины перед римской империей это были внутренние разборки иудеев поэтому он и говорил это ваши дела вы сами его судите как хотите и делайте но они не могли убить тут тоже такой момент дело в том что будучи под властью Рима сами вынести смертный приговор иудеи не могли только римляне могли утвердить если они выносили такой приговор или исполнить его этот приговор тут мы подошли уже к завтрашнему дню святой пятницы великой когда мы изнесем здесь в 16.00 будет изнесена для поклонения плащаница то есть сняли с креста Господа нашего Иисуса креста и положили на плащаницу будет служиться канон на плач при святой богородице затем будет утреннее с погребением с чином погребения утреннее также полилейное с благовещение при святой владыче нашей богородице потому что мы с вами знаем что в этом году совпал праздник благовещения как раз с великой субботой вот почему будет завтра в 16.00 здесь вот такая служба удивительная ну и в саму субботу как мы с вами понимаем ну в пятницу литургии не служится так как Господь умер и поэтому плоть его находилась во гробе а душей он сошел во ад и одновременно как Бог как Сын Божий он был в раю с разбойником то есть такое событие ну и в субботу дорогие братья и сестры в 18 ну будет утром божественная литургия служится в 18.00 начнется чтение деяний святых апостолов в 22 часа начнется общая исповедь для тех кто останется на ночную службу ну и как обычно у нас три службы будет в 00 и в 7 и в 10 9 и в 10 часов это уже воскресенье ну а освящение Пасхи Пасхальной Снеди будет завтра в субботу с 12.00 до 23 ну и в воскресенье тоже там с самого утра будем освящать Пасхами Снеди вот такие события дорогие братья и сестры ожидаем сегодняшнего вечера в 18.00 чтения страстных евангелий страданий Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Божьей помощи всем нам дорогие братья и сестры за субботу Субтитры создавал DimaTorzok